Вам светит парик с Алиэкспресса. Мои волосы уже стали отваливаться. Это уже, честно говоря, не волосы, а ваты. Результат просто шокирующий. Спереди просто плеш. Девочки и мальчики, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна, я профессиональный парикмахер. И сегодня у нас с вами будет просто невероятная история про сожженные волосы да плеши, скандал на ютубе и, конечно же, суд с парикмахером. На мой взгляд, это история, которая заслуживает действительно пристального внимания, потому что это единственная история, которая есть в русскоязычном интернете, когда состоялся суд над парикмахером. И клиентка и парикмахер зашли просто в очень сильный как публичный конфликт, так и в конфликт по поводу волос. Поэтому усаживайтесь поудобнее, видео будет длинным. Берите с собой чай, кофе и давайте приступать. Это видео, которое мы сегодня будем с вами обозревать. Это целая серия роликов с канала Аксиньи, поскольку их достаточно много. Здесь будут как судебные разбирательства с парикмахером, там различные заседания, новости и непосредственно сам конфликт. Это видео я разделю на две части, поэтому если вам понравится первая часть, если вам интересна эта тема, очень сильно вас прошу, поставьте лайк, для того, чтобы больше пользователей увидело это видео. Я также по просмотрам увидела, что вам эта тема интересна. Видео я взяла с канала Аксиньи. Такая неприятная ситуация, и причем в очередной раз. Без лишних слов я просто покажу. Я думаю, может быть, вы уже и заметили, что у меня на голове. Ну так, чтобы не быть голословной, я вот просто вот возьму вам это и покажу. Вот это мои волосы. Вот, видите? Кроме того, что вот здесь, вот так вот все. Вот здесь полный ежик, вот такой вот. И, в общем-то, это по всей голове и с волосами, как видите, вот как я их поставлю, вот так они и будут топорщиться. Ну, стрижку мою вообще замечательную, я думаю, не заметить очень сложно, да? Это вот все, что от волос осталось. Вот, видите, они даже летят, я думаю, это даже в кадре будет видно. Если оценивать текущее состояние волос, то, конечно, видно, что волосы мало того, что очень сильно повреждены, они выглядят как пожеванные волосы старой ненужной куклы Барби. То есть степень повреждения здесь не просто максимальная. Это уже, честно говоря, не волосы, а ваты. И мы видим, когда она вертит головой, да, для того, чтобы показать нам, что же произошло, мы видим, что на висках, да, отвалились волосы. Очень часто при осветлении именно на висках волосы отваливаются. Вообще в первую очередь это происходит из-за того, что волосы вот на висках, возле лица, вот тут вот на затылке, это волосы самые тоненькие, да, и они всегда вот при осветлениях, да, они очень часто страдают. Поэтому вот здесь вот за ушами тоже видно, да, что отвалилось. И при неудачных окрашиваниях, при неудачных осветлениях именно вот эти самые тонкие волосики, и они и отваливаются. Ну, честно говоря, Аксиня говорит, что здесь есть какая-то прическа, ну, сложно это назвать прической, потому что все волосы вообще абсолютно разной длины, они лежат в разные стороны, и если бы я просто не знала, что произошло, да, с волосами, я бы подумала, ну, что у человека просто какой-то, не знаю, своеобразный каскадик на голове, но выглядит все вообще ужасно. Я пошла в очередной раз к своему мастеру осветляться. Осветляли мне корни и тонировали. Результат просто, просто шокирующий. Я не знаю, что еще об этом говорить. Я просто в каком-то трансе, это случилось вчера, я до сих пор отойти не могу. У меня из-за этого стресса, блин, сегодня головная боль целый день. Ну, вроде бы осветляли, как обычно. Я уже не знаю, как обычно это делалось. Ну, дело в том, что уже во время того, как смывали после тонирования состав, мои волосы уже стали отваливаться. На вопрос, Татьяна, у меня что, опять отваливаются волосы? Она, да нет, ну, тут немножко и все. Тонирование здесь, в этой истории вообще абсолютно не при чем, потому что если клиентка вчера была в салоне красоты, мы видим, что волосы ее абсолютно не затонированы, да, то есть мы видим именно фон осветления. Но чисто от тонирования, какой бы ни была жесткой краской, или она, допустим, очень сильная, или очень мячная, чисто от тонирования волосы в целом не могут отвалиться. Просто потому, что краска это, наверное, самое щадящее, что есть из парикмахерских каких-то инструментов. И возможно просто, что Аксинья заметила, да, вот эту ситуацию, как раз таки после того, как волосы потонировали и клиентку посадили в кресло. Но всегда именно осветление волос из-за своей щелочной структуры, оно является самым не считающим методом окрашивания. При осветлении волос как раз таки может произойти история, что вам могут сжечь волосы, они могут тянуться, как кальмарчики, да, как закуск, как пиво в итоге выглядеть. И это происходит во время осветления. Нет такого тонирования, да, от которого у вас могут отпасть волосы. Клиенту, возможно, показалось, что это произошло, да, из-за тонирования. Но на самом деле суть в том, что такое происходит именно в момент осветления. Просто, возможно, парикмахер хотела скрыть свои грехи, она попыталась найти тонирование, но когда волосы в настолько осветленном, бело-желтом состоянии, если они очень сильно поврежденные, к сожалению, уже ни одно тонирование эти волосы не возьмет. Волосы вы видите цыплячьи-желтые. Я не представляю, что это за тонировка. Это вообще в какой цвет тонировалось. Это что? Что за безобразие полное? Пришла я домой, стала мыть и пытаться нанести маску. И тут я поняла. Я, кстати, у меня есть фото клочьев волос. Я не все сняла. Вот это фото, я его куда-нибудь сюда вставлю. Вот таких порций было штук пять. Я просто вот так вот их снимала, снимала, и я не могу выразить свое отчаяние. Просто вот я же не делаю это дома сама, я не осветляюсь сама, я не льщу себе, что я это умею делать. Я хожу в нормальный салон к нормальному мастеру, которая много лет работала в Москве, и которая ездит куда-то на какие-то обучения постоянно. И вот кто смотрит мой канал, знает, что несколько месяцев назад я уже выкладывала такое видео, в котором у меня отвалились волосы. Но тогда, тогда я реально винила себя. Мне казалось, что, ну, наверное, я что-то не так сделала. Может быть, из-за моего желания посветлее это получилось. Клиент винит себя, да, а не парикмахера после отвалившихся волос. Это золотой клиент, которого нужно еще поискать. Но в целом, понимаете, когда вам что-то делают, и у вас до этого все было хорошо, потом вы идете к мастеру, и у вас все становится намного хуже. Ну, не нужно здесь девочке винить себя. Здесь ситуация в нещадящем методе осветления. Я пообщалась, прежде чем снимать это видео с Аксиней, и она мне рассказала, каким продуктом все-таки ей удалось выяснить, чем ее осветляли. Ее осветляли декокремом от бренда Icon. Что такое вообще декокрем? На самом деле, это настолько устаревший парикмахерский продукт, которого уже нет в современных и популярных брендах. Есть подобный продукт от компании BES. И очень часто именно декокрема выпускают профессиональные линейки итальянских брендов. Что такое декокрем? Это смесь порошка и супер блонда. В одном флаконе декокрем усиляет на высоких процентах окислителя. При том, что бренд, на котором работал салон и которым окрашивал мастер Аксиней, при том, что он работает на Icon, Icon это у нас в Украине не очень популярный бренд, но я слышала про этот бренд. В России есть салоны, которые по ценовому диапазону, это выше среднего. На самом деле, сама суть вот этого осветляющего продукта, это смесь и очень щелочной краски, и порошка, который все смешивается, чаще всего с большим процентом окислителя. Icon это итальянский бренд, и если итальянкам вот такое вот окрашивание, вот этим вот декокремом, им еще норм, да, потому что у них совершенно другие волосы по структуре, то наш обычный славянский волос, после этого декокрема один-два раза, он просто может отвалиться. В целом, декокрем это, знаете, пережитки 90-х, ну максимум 2000-х годов, и сейчас все бренды, они уже просто отказались от вот этой вот концепции. Так что, девочки, будьте внимательны, когда вас чем-то осветляет мастер, потому что очень часто из-за того, что декокрем выглядит как краска в тюбике, очень многие могут ошибочно предполагать, что их осветляет краской, вместо этого их осветляют, ну непосредственно порошком, пастой, да, как не назови этот, да, профессиональный инструмент, все равно порошок остается порошком. Ну, наверное, я что-то не так сделала, может быть, из-за моего желания посветлее это получилось, потому что порошком это делали, это получилось, ну, в общем, винила я себя. Когда вчера получилось все то же самое, я понимаю, что я тут ни при чем. Порошком мы больше не осветляемся. Можно было краской осветлить меня так, что все опять отвалилось. По поводу продукта, которые мы осветляли к синюю, я вам уже рассказала, но в целом при осветлении супер-блондами что-то, чтобы у вас отвалилось, ну, девочки, это надо просто постараться. Я, как человек, который регулярно работает на супер-блондах, да, то есть это по простому осветляющей краске, я могу сказать, что абсолютно нереально сделать так, чтобы что-то отвалилось. Радурное ухищрение для того, чтобы не проводить какие-то манипуляции с клиентками, иногда осветляют прям всю голову вот с супер-блондами, там, на вот такие вот уже убитые волосы, конечно, тогда такие ситуации могут быть, но опять же, да, по тому, как выглядят волосы, по тому, какого они цвета. Я вас уверяю, что вот этот вот декокрем, это как бы ни в коем случае не краска, да, это именно просто порошок, но в другой упаковке. Не постричь, потому что остается ежик, но даже этот ежик, я так понимаю, рано или поздно отвалится. Хорошо, я делаю вот такую прическу, я могу закалывать, что-то здесь себе сооружать, но дело в том, что я не уверена, что вот это вот останется еще долго на моей голове. Я вижу, что и это месяц-два, и эти волосы тоже покинут мою голову, и останется сантиметров 6 волос максимум. А она здесь права, потому что волосы, которые светлены до такого состояния, если там какая-то часть волос из них отпала, вряд ли будут где-то на голове волосы, которым удастся уцелеть. Обычно более сильные волосы, они как раз-таки на затылке, поэтому в данной ситуации, если забежать немножко наперед и посмотреть на то, как выглядят волосы, как синие, да, спустя год, то все это безобразие, которое натворил мастер клиентки, оно отвалилось просто до плеши на голове. Настолько сильное было это осветление, что вот как раз-таки по границе вот этих вот блонд волос, все просто медленно, наверное, отваливалось месяц за месяцем. И хочу обратить внимание, когда к сине начали отрастать корни, и она потом несколько месяцев не красила волосы, посмотрите, насколько ей хорошо с натуральным цветом волос. И я неоднократно говорила о том, что блонд это история, конечно же, дорогая, да, это история абсолютно не для каждой девушки, даже если вы можете себе позволить там ходить к салонмастеру, да, либо самостоятельно найти схему окрашивания, допустим, на моем канале, да, у меня есть много видео, посвященных бережному окрашиванию в блонд, все равно не каждому человеку, не каждому типажу этот пресловутый блонд, особенно такой вот суперсветлый, он подойдет. У меня вот здесь отрос, вот этот ежик, он как раз и, в общем-то, вот этот вот и останется, вот такой по всей голове. Что мне делать с этим, я не знаю. Нарастить это, сами понимаете, невозможно, потому что на такие волосы никто наращивать ничего не будет, потому что отвалится вообще все под корень. Я буду с лысой головой тогда ходить, из 6 сантиметров этих не останется. Я не знаю. Знаете, вот в этой ситуации обиднее всего, наверное, то, что я к человеку 6 лет ходила. По поводу того, что нельзя нарастить, ну, я уже обозревала несколько каналов девчонок, которые занимаются наращиванием волос, и на вот такие поврежденные волосы, поверьте, если вы зададитесь целью найти мастера, найти специалиста, который наращивает волосы, вы его обязательно найдете. Но если смотреть на наращивание волос и поврежденные волосы в какой-то перспективе, ну, рано или поздно, девочка, вам придется лечить не только волосы, но и последствия наращивания волос. Но в данном случае это верный выбор, что она решила не наращивать волосы. Я знаю ее давно. Я раньше у нее красилась в черный цвет. Ну, красили как? Мы красили краской тонирующей, просто тонирующей на маленьком оксиде. Наверное, ну, действительно, для мастера не составляет труда окрасить в черный цвет волосы. Это, наверное, не сложно. Когда я стала блондинкой, я так понимаю, что... Я даже... Нет, честно, я не понимаю, почему так получилось. Может, знаний у человека не хватает. Может, ну, опыта вроде бы она очень много лет уже окрашивает. обиднее было всего, знаете что? Что человек даже не сказал извини. Человек начал сваливать просто, что это твои волосы. Я хотела сказать, что вот тут Аксиня упомянула о том, что она красилась в черном, но в дальнейшем в видео она уже сказала, что она красилась в черном два с половиной года назад до этой ситуации. То есть, это не история про то, что клиентка сегодня была черной, завтра она хочет быть блондинкой, да? И мастер пошел на поводу, и отвалились волосы. Она пришла к мастеру уже блондинкой, но этого мастера она знала, потому что она до этого красилась у него в черный. И действительно, окрашивание в темные оттенки это самое безопасное окрашивание даже у самого жопорукового мастера. Ну, самый худший вариант это вы просто станете темнее, чем вы хотели, но ничего, не отпасть, не отводиться, не пережечься, просто не может, потому что для окрашивания в темные оттенки, да, используется 3-6% окислитель. И даже если брать самую недорогую краску, все равно, ну, при этом варианте у вас будут нормальные, хорошие волосы. Ну, это твои волосы, ну, вот, не надо было. Я говорю, ну, Татьяна, ну, мы же перестали порошком осветлять, ты же меня краской осветляешь. И началось, ну, это не совсем краска, я говорю, а что это, порошок? Ну, не совсем порошок, так я себе не просила осветлять меня этим. После того, как у меня первый раз отвалились волосы, мы решили вернуться к тем средствам, которые мне до этого осветляли, и ничего страшного не случалось. Она сама мне предложила новую краску, сказав, что эта краска, это бережная, отличная, там, айкон, вот это, вот он результат. Я вообще крайне настороженно, знаете, отношусь, когда мне предлагают что-то новое. Может быть, я консерватор, да, может быть, я в целом всегда, если бренд или продукт или краска, это какая-то хорошая продукция, да, я к ним прикипаю всей душой, мне очень тяжело на что-то переключиться. Но для девочек, которые красятся в салонах красоты, хочу сказать, что когда мастер предлагает попробовать что-то новое, лучше всего подождать, пока он опробует свои новинки на других клиентах. И если отвалятся волосы у этих клиентов, то не вы будете сидеть в кресле этого мастера. Мало того, что извини, не сказала, в общем-то, деньги за это окрашивание мне пришлось назад возвращать самой, фактически написать ей, Татьяна, тебе не кажется, что вот эта сумма, а сумму я не скрываю, четыре с половиной тысячи за отвалившиеся волосы, это круто. Деньги она мне вернула. Зашел к ней мой муж забирать деньги, она совершенно, в хорошем настроении, абсолютно, если она мне извини, не сказала, мужу тем более она не будет этого говорить. Я проконсультировалась с другим специалистом, волосы убиты полностью, понимаете, полностью, абсолютно убитые волосы. Ну вот сейчас, конечно, я ей написала, что Татьяна, надо как-то исправлять ситуацию, хотя бы сделай мне восстановление волос, ну не за мой счет, естественно. Но то, что мастер не извинился, в целом, это стратегия очень многих бьюти-мастеров, когда что-то идет не так, то обычно у них сам клиент дурак и виноват. Я уже неоднократно рассказывала историю, когда в моем прошлом салоне красоты, в котором я арендовала место, хозяйка салона поделилась такой историей, они взяли звезду украинской битвы салоном, взяли к себе в салон, якобы это супермастер, и если он с три клиенток, то все были довольны, но когда он только начинал красить, это, ну, хозяева знали, к вечеру у нас в салоне будет скандал, потому что он, как-то у него с колористикой вообще дела обстояли очень плохо, у него клиентки то рыжие, то желтые, то чаще всего зеленые выходили, если это были брюнетки или русые оттенки. Опять же, да, мастер это всегда объяснял это клиенту, что это вы виноваты, это ваши волосы виноваты, это ваш там дешевый какой-то масс-маркетерский уход виноват, ну, в общем, у него всегда были виноваты клиенты, поэтому такая стратегия, она достаточно распространенная мастеров, но по поводу того, что мастер была в хорошем настроении, ну, даже если бы мастер была в поникшем настроении, ситуацию с отпавшими волосами это никак бы не изменило. Остановление волос, ну, не за мой счет, естественно, извините, я шесть лет ходила к человеку, шесть лет платила за все исправно, и уж если накосячила, ну, исправляй сама, ну, пока в ответ молчание, не знаю, не знаю, в общем, девочки, это видео просто мне нужно было с кем-то поделиться, потому что я, сами понимаете, ну, реветь в камеру я тут сидеть не буду, вы же понимаете, что смысла в этом никакого, реви, не реви, тут уже убивайся, не убивайся, волос нет. По поводу того, что она записалась на восстановление к тому же мастеру, еще мастер вернула деньги, и теперь она пишет Аксине, да, что, мол, а тебе не кажется, что ты мне, типа, спалила волосы, да, давай делай мне восстановление, девочки, если вы уже зашли в конфликт с мастером, и он вам испортил волосы, вряд ли этот человек что-то понимает в здоровых волосах, я бы ни в коем случае не обращалась бы к этому мастеру снова, я бы, конечно же, искала другого специалиста, потому что, когда вы начали конфликтовать с мастером, вряд ли он будет желать для вас лучшего. Меня многие просили потом рассказать, чем все закончилось. Я вам расскажу в двух словах, чтобы сильно не загружать вас. Я ходила на восстановление волос сегодня, разговаривала со своим мастером. Могу сказать, девочки, вы были абсолютно правы в своих комментариях, никогда мастер не признает свою ошибку. Это были обвинения в мой адрес, волосы плохие, она, мои снимки в инстаграм, вы представляете, снимочки в инстаграм, где виден просто общий план, она показала каким-то там технологом. Ну, вот как я и говорила, что в целом поход на восстановление ничем не закончится, кроме как клиент с мастером зайдут в еще более глубокий конфликт. Да, и мне было бы на самом деле стремно идти к мастеру, который мне что-то испортил для того, чтобы он это исправил. Ну, как бы это вообще ужасный вариант. И технологи сказали, что такие волосы вообще обесцвечивать нельзя ничем, ни краской, ни порошками. В общем, виноваты все. Ты жаловалась, она сказала, много на желтый цвет волос. И вот из-за этого так получилось. В общем, после разговора с ней я поняла, что мастер всегда прав, клиент всегда дурак и доказать ничего невозможно. Я не представляю вообще в какой атмосфере происходила эта процедура восстановления, да, если мастер с клиенткой опять начали обсуждать вот эту вот тему, но по поводу того, что мастер взяла, показала каким-то технологам и сказали, что такие волосы нельзя ничем осветлять. Когда волосы в состоянии кальмарчика, то понятное дело их уже дальше осветлять нельзя, потому что дальше просто вам светит парик с Алиэкспресса. По поводу того, что волосы, может быть, я не знаю, что там мастер с технологами говорила и насколько она исказила эту информацию, но в любом случае порошковое осветление, да, либо осветление особенно таким жутким средством, как декокрем, который использовал в мастер, да, к сине. Это действительно не для всех волос и очень тонкие, очень светлые волосы от природы, да, ни в коем случае нельзя осветлять порошком. Ну, о том, в каком тоне она общалась, я вообще молчу, там и маты были, и, в общем-то, в общем-то, все было очень некрасиво, потому что встретила она меня словами, ну, я говорю, Таня, ты видишь, что ты мне сделала? Она говорит, ну, и что ты от меня теперь хочешь? Что я должна сделать? Ты сама виновата, все плохо, твои волосы плохие, общий наркоз, гормональный сбой и, в общем-то, все, что угодно, но Таня права была. Какой бы наркоз и гормональный сбой не был, то, что волосы сожжены по длине, мне кажется, это очевидно, да, даже человеку, который далек до парикмахерского искусства, но очень часто многие парикмахеры любят все валить на гормоны или на какой-то очень темный пигмент, на самом деле, это просто все отмазки, отговорки, для того, чтобы, не знаю, не быть профессиональным парикмахером, потому что не существует такого вообще в целом, как там какой-то тяжелый пигмент или волос, который очень плохо осветляется, бывает неправильно, просто люди определяют фон осветления. Сделала она мне процедуру восстановления, одну, которую ей технологи посоветовали, это вот из этой серии Айка, это та фирма, краской которой на меня сожгла волосы, краской, порошком, не знаю, что это там такое было. Ну, это вообще, мне кажется, уже верх просто неразумности, да, тебе сожгли этим брендом, возможно, по каким-то индивидуальным параметрам, да, конкретно этот бренд, составы, которые там используются, он тебе не подходит, да, если мы исключаем ошибку мастера, но на черта идти еще раз в этот салон, еще раз к этому мастеру, и этим же брендом, да, он тебе сделает восстановление волос. Логика клиентки, здесь возможно такое, что, типа, сожгли этим брендом, и восстанавливать надо этим брендом, но, к сожалению, в парикмахерском мире все работает иначе. И дальше мы переходим как раз таки к тому, что Аксинья решила подавать в суд на парикмахера за историю с ее испорченными волосами, и все это произошло благодаря тому, что она выложила вот эти видео, да, про испорченные волосы на YouTube, и подписчики ей посоветовали все-таки обратиться в суд, и давайте прослушаем про это. Знакомые мне, в принципе, то же самое говорили, что у меня уйдет очень много денег на то, чтобы полгода самой это восстанавливать, и что моя мастер должна была поучаствовать. Ну, фактически, так и говорили, ты что, дура, сама будешь за свой счет все вот это восстанавливать. В итоге мы обратились с мужем к юристу, потому что договориться с Татьяной не удалось, мы даже с мужем пытались подойти с ней поговорить, она просто заявила, я тут ни при чем, и платить я здесь не буду. В итоге мне перезвонила, перезвонил директор салона. Как оказалось, не все так просто. Татьяна говорила, что она арендует. Ну, в целом, это достаточно разумный шаг, но на моей памяти из всех публичных историй скандала с парикмахерами. Аксинья, это первый человек, которая реально обратилась в суд, да, не просто там поплакалась на видео, не просто рассказала свою историю, а прям пошла к юристу, там, ну, заплатила ему что-то, да, он там ей помог все бумаги составить, и теперь у нас с вами будет история про то, как клиентка решила вступить в бой с парикмахером, который испортил волосы. Она арендует фактически место в салоне, но на самом деле она вполне официально там оформлена, так что и салон тоже несет часть ответственности, по крайней мере, часть ответственности. В итоге директор связался со мной, муж ходил, встречался с ним, ну, конечно, ему не очень хочется платить за это все, то же самое, конечно, ждал, что мы уступим, там, какие-нибудь обходные пути пытался придумать, но муж сказал вот так и так, что либо вы платите, либо мы с помощью суда все это решаем. Но это на самом деле редкая история, когда, да, мастер вот попал в такую вереницу событий, он еще оказался в ворном салоне красоты, потому что в большинстве случаев в салонах красоты просто мастер с хозяйкой, да, с хозяином салона красоты просто договаривается на словах о зарплате, там, о каких-то рабочих днях, и все вот так вот все работает, поэтому это просто breaking bad по-русски. Что он не сомневается в том, что дело будет выиграно, потому что вред на лицо. Я не знаю, видно или нет, вот у меня сейчас отросли волосы, я вот ободком, да, что-то там начесываю, так, конечно, полностью вот здесь волос просто нет. Ох, это, конечно, жесть, посмотрите, спереди просто плеш, да, она не сбоку, где можно как-то хвостик сделать, она не сзади, где вообще можно так, знаете, волосы все назад зачесать, она тупо спереди, просто жесть какая-то. С директором салона мы договорились, что я приезжаю, я к этому моменту составлю список того, что мне нужно делать эти полгода, я по вашей рекомендации, по рекомендации многих обратилась к трихологу, оказалось, что у меня на голове дерматит, так что не просто испорченные волосы, а еще и кожа головы сожжена была. По поводу дерматита в целом это вообще ситуация, которая могла произойти вне зависимости от того, ходила клиентка в салон красоты или не ходила. И очень часто, знаете, когда вот происходят такие какие-то скандальные истории, клиенты начинают рассматривать просто каждую крупинку на своей коже головы. Дерматит я на сегодняшний день уже, конечно, вылечила, потому что месяц почти прошел, но тем не менее рост волос нужно восстанавливать, потому что мне сказали, что после этого неизвестно, в каком они будут состоянии и как они в принципе будут расти. Действительно, после очень сильного осветления волос, к сожалению, они в дальнейшем могут вообще потом не расти. Я думаю, что все видели неоднократные истории девчонок на всяких ток-шоу, на всяких передачах, которые осветлялись дома бытовой краской, надевали пакет. Потом у них вообще весь скальп проседало от неудачного осветления. Поэтому после вот такого неудачного похода в салон красоты может быть так, что волосы потом могут не расти. Пытаюсь договориться с директором салона. К сожалению, с директором салона договориться не удалось. Кто бы мог сомневаться, в целом, обычно, знаете, никто не хочет возмещать никакие убытки, особенно в таком, каком-то, знаете, разговорном порядке, потому что, ну, понятное дело, что большинство директоров салонов красоты, они надеются на то, что клиент как бы успокоится, забьет и уже как бы переключится на что-то другое, но, девочки, это не та ситуация, когда клиентка решила простить обложность салона. Я хочу отметить вот этот отрастающий ужасный плеш. Посмотрите, в Аксине в этом видео, то есть, получается, два месяца прошло с того момента, когда ей сожгли волосы, и видно, что волосы вот здесь, вот на макушке, они полностью, полностью отвалились. И здесь остался такой вот коротенький ежик. Я к нему ходила навстречу, мы ходили вместе с мужем, в общем-то, он посмотрел на мои волосы, явно ожидал, что я там какую-то панику навожу, не все так страшно, и по нему сразу было понятно, что он ожидал там, ну, подумаешь, пару клочков волос там отвалилось, ну, уже панику там, истерику закатило. А тут, когда он увидел, он сразу, знаете, было видно, что растерялся, такой, да-да-да, я вас понимаю, вот, да, я вот сейчас буду говорить с Татьяной, мы все это решим, я вам перезвоню. Ждала я, ждала от него звонка, звонка нет. Я ему звоню. Ну, понятное дело, для того, чтобы поговорить с мастером, это, ну, 15-20 минут, максимум, там, час займет, если какая-то прям сложная ситуация с клиенткой. Но обычно в салонах красоты есть камеры, да, и камеры как бы ставятся не только для мастеров, или не только для владельцев салона красоты, но и также для вот таких конфликтных ситуаций. А я ему звоню. Говорю, так, так, он, а, ну, да, 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 вы же ждете от меня звонка. Я говорю, ну, вообще-то да. Ну, да, ну, понимаете, я ее еще не видел, она еще не приезжала на работу, а дело в том, что я сама живу в этом доме, и у меня из окон прекрасно видно, как ее машина стоит, и прекрасно я вижу, что приезжает она на работу, и он ее, естественно, видел. В итоге, давайте вот так вот, я вам еще там, значит, через несколько дней перезвоню. Я говорю, хорошо, опять, через несколько дней нет звонка. Я опять ему сама звоню. Он, да, ну, да, вот я с ней пообщался. Девочки, ну, по поводу вообще всей вот этой ситуации, ну, блядное дело, что директоры пытаются максимально это оттянуть. Во-первых, для того, чтобы не общаться с недовольной клиенткой, да, чтобы она немножко успокоилась, и вот этот весь драматизм от испорченных волос, он ушел. А во-вторых, для того, чтобы, я так понимаю, вот эту вот экспертизу, про которую мы в дальнейшем уже будем с вами разговаривать, он, видимо, тоже пытался таким образом оттянуть, потому что клиентка не сразу пошла на эту экспертизу, поэтому он вот этими вот ложными, скажем так, обещаниями, да, клиентке, он давал надежду на то, что все решится без суда, клиентка просто, знаете, рано или поздно успокоится. И тут вот Аксиня вставляет такой вот кусочек, картинку, что был еще разговор по поводу того, что Татьяна у меня под видео писала комментарии с матами и обзывательствами, да-да, моя мастер опустилась и до этого, директор ничего не отрицала, сказал, что поговорил с ней по этому поводу. Но директор вообще занял крайне правильную позицию, типа, я поговорю, мы решим и так далее, но с точки зрения директора в салон красоты это действительно выгодная позиция, да, не говорить клиентке, да ты сама дура или у тебя волосы были изначально плохие, говорить, да-да-да, я вас понимаю, мы обязательно учтем ваши замечания, спасибо, либо что поделились своим отзывом. Таким образом, обычно, знаете, пытаются вот осадить особо возмущающихся клиентов, и это очень классный прием, который также используют в ресторанах, в каких-то там гостиницах и так далее, когда недовольный клиент, потому что, когда ему говоришь, мы все примем во внимание, мы обязательно проведем инструктаж, мы побеседуем и так далее, то уже возмущаться как-то не особо хочется. Но я вам еще через несколько дней значит перезвоню. В итоге, через несколько дней он, конечно, опять не перезвонил, и я поняла, что это бесполезно, это просто вот тянут время люди, и все. Волосы у меня сейчас цыплячьего желтого цвета, причем даже не то, что цыплячьего желтого, а не лимонного цвета, с такой зеленцой. Я пыталась их затонировать, чем только я не пробовала это сделать, и какими-то бальзамами, и масками профессиональными. Ни один пигмент на данный момент в волосах не держится. Ни красящие шампуни, ни маски, ни бальзамы, ни окрашивающие какие-то там жидкости, масла и все прочее просто не держится в волосах. Вот как я смываю, все это вместе в раковину уплывает, вся эта краска, на волосах ничего не остается. Так и происходит именно из-за того, что волосы уже до такой степени девочки пережены, что естественно на них ничего не будет держаться. Более того, видно, есть такой момент, как запечение пигмента внутри волос. Это когда осветляется либо очень резко, то есть на больших процентах окислителя, либо очень долго. Окислитель вкупе с осветлением он дает вот такую вот запеченную субстанцию, и волосы выглядят вот таким вот образом. И потом, какую бы вы тонировку, краску сверху не наносили, все. Это волосы, которые никогда не изменят свое состояние. Такая ситуация очень часто бывает при выходе из темного, когда девчонки сильно переосветлили. И потом на вот этот вот рыжеватый оттенок, который после выхода из темного ничего вообще не ложится, его никак невозможно затонировать. Именно поэтому я против осветления на больших оксидах. Мне тут дали дельный совет, что сначала надо вымыть вот это вот, всю вот эту желчизну с волос, а потом уже тонироваться. Поэтому я сейчас на данный момент пользуюсь очищающими шампунями, мне сказали, так быстрее вымоется. Какие очищающие шампуни, когда у тебя и так уже сожженные волосы. Ни в коем случае нельзя шампуни глубокой очисткой носить, потому что они очень сильно открывают кутикулу, а при такой степени повреждения кутикулы и так постоянно открыты. В плане наших женщин к белому блоду, оно просто неискоренимо. И мне кажется, что здесь даже не проблема в цвете, а в том, что просто хочется намного белее оттенок. И, понятное дело, тонировать волосы различными тонирующими, бальзамами, масками тоже в таком состоянии не рекомендуется, потому что там они содержат пигменты, красящие вещества, это повторное окрашивание. И так уже волос, которые отвалились от осветления, этого не стоит делать. Применяя народные средства, лимоном, маслами, то есть пытаясь вот этот вот желтый пигмент смыть, чтобы хоть как-то чем-то затонировать, чтобы это взялось. Боже мой, какой лимон, какие масла, какие народные средства на волосы в таком состоянии. Ужас! Что мы делаем с салоном? В общем, в итоге, когда мы не договорились, мы пошли к юристу опять, сказали, что вот так и так договориться не удалось. До этого мы писали претензию салону, как я уже говорила, составлял ее юрист. Салон даже ответил нам официально на эту претензию отказом. Подписали, поставили печать. Я с этой претензией опять пришла к юристу. Сейчас, на данный момент, мы заключили с юристом договор. Завтра я иду к нотариусу оформлять доверенность на представление меня в суде. Доверенность оформляю на юриста. Собираю все свои бумажки, все свои чеки о потраченных средствах на восстановление, на лечение. Все это нужно для суда. Все эти бумаги, все эти чеки я собирала за этот период, потому что мне нужно предоставить, чтобы суд знал, вообще о каких суммах идет разговор. Как вы видите, мы пытались договориться достаточно долгое время, уже больше месяца прошло с тех пор, как мне сожгли волосы. Увы, договориться не получилось, придется вот по-плохому действовать. И, конечно же, деньги собираю для того, чтобы потом показать, сколько она потратила на восстановление волос. Но, конечно, ситуация с судом, с салоном красоты, заметьте, здесь претензии именно к салону красоты, хотя до этого я так и не поняла мастера. Она арендует место, или она просто тут работает и оформлена по каким-то причинам. Но, в общем, для салона, который вообще никак, ни при чем, да, если это не их мастер, это арендатор, это, конечно, очень жесткое попадалово. Конечно, это абсолютно неправильно, там, когда прошел только месяц, и клиентка уже берет народные методы на вооружение в борьбе с желтизной, потому что, на мой взгляд, самая главная проблема, это, как бы, отвалившиеся волосы, а не желтизна. И сейчас, вот, я смотрю по тому, насколько же красивый у нее натуральный русый цвет, если бы закрасить все волосы вот в этот вот натуральный русый цвет, а краска, она, по идее, более темного порядка, она должна лечь на ее вот эту вот лимонного такого оттенка, да, волосы, и просто уже отращивать свои волосы, если вот настолько все не получается с блондом. Девочки, мальчики, вторая часть про непосредственный инсульт с парикмахером, экспертизу сожженных волос и реакцию мастера. Мы оставим для второй части, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь и пишите, что вы думаете по поводу аксинии, сожженных волос и вообще о этом конфликте с мастером. Всем пока!